В Хакасии наблюдается серьезный рост заболеваемости пневмонии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество заболевших увеличилось почти на 20%. В чем причина и как уберечься от опасного недуга, знает Виктор Буров. В больнице Абакана нет свободных коек. За 9 месяцев с пневмонией в поликлинику уже обратилось 245 горожан. В прошлом году на этот же период их было на 53 меньше. Уже 19 человек погибли от тяжелого заболевания. В целом по Хакасии ситуация схожая. Говорить об эпидемии, конечно, рано, но специалисты бьют тревогу. У нас уже выявлено 1615 новых случаев. Показатель заболеваемости составил 300 на 100 тысяч населения. И мы превысили уровень прошлого года практически на 17%. Достаточно высокие показатели заболеваемости, которые превышают средний республиканский уровень. Заболеваемости в неболичном дневном отмечаются в четырех муниципальных образованиях республики. Это город Абаза, Ширинский, Усть-Абаканский и Аскийские районы. Рост пневмонии традиционно начинается в сезон простудных заболеваний. Смертельной болезнью особенно подвержены пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания легких, ослаблен иммунитет. Тяжелое, конечно, заболевание. Ночью не спишь, кашель. Как еще в возрасте? Первые дни, естественно, от температуры лекарство принимала. Температура вроде пройдет, все равно плохо. Вот, дальше к доктору. Пневмония опасна тем, что на начальных стадиях неспециалисту невозможно отличить коварное заболевание от обычного ОРВИ или гриппа. Поэтому при высокой температуре врачи рекомендуют незамедлительно обратиться в больницу. Иначе потом спасти жизнь пациента они не смогут. Или неизбежны тяжелые осложнения на сердце и другие органы. У нас поступали уже крайне тяжелые пневмонии в большем количестве. Потому что они как раз приходились на тех людей, которые две недели дома находились, 10 дней упорно лечились без врачей. И потом, как я уже говорила, поступали в тяжелом состоянии сюда к нам. Когда, в принципе, уже они нуждались в помощи либо реаниматологов, в буквальном смысле этого слова. То есть они поступали сразу в реанимацию. Пневмония передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться ей можно где угодно. Но врачи настаивают. Не поймать смертельный вирус поможет простая профилактика. Режим дня – это ведение здорового образа жизни, это рациональное питание, это свежий воздух, прогулки, проветривание помещения, проветривание квартиры, это генеральная уборка регулярная. Виктор Буро, Сергей Казьмин, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.